Добрый день, уважаемые слушатели! В рамках данной презентации мы расскажем о возможностях данного решения и покажем примеры его реализации. В современных условиях правила диктуют покупатели и заказчики, которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а только потом расплачиваться. Для того, чтобы удержать свои позиции на рынке, поставщики и подрядчики следуют желаниям клиентов и все чаще используют коммерческое кредитование, предоставляют отсрочки платежей и т.д. Также немало времени удивляется расчетам с поставщиками. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов. Неконтролирование взаиморасчетов может привести к ухудшению финансового состояния предприятия. Сейчас немного об особенностях ClickView. Одной из важных особенностей ClickView является ассоциативная модель данных. Каждое значение каждого поля связано со всеми остальными значениями во всей базе данных. Способность производить все операции с данными в оперативной памяти ClickView позволяет мгновенно получать необходимую нам информацию в удобном для нас виде. Для этого ClickView предоставляет обширный выбор объектов. Среди них различного рода графики, диаграммы, таблицы, карты, датчики и т.д., каждый из которых гибко настраивается. ClickView обладает способностью комбинировать данные из различных источников. Это могут быть базы данных, текстовые документы, файлы из интернета. Итак, перейдем к практической части презентации. Отчет с анализом своими расчетов с поставщиками и покупателями разделен на несколько листов. Переключение между ними производится по нажатию соответствующих кнопок, расположенных вверху. Ниже и по нажатию на кнопку открывается панель с фильтрами, с помощью которых можно ограничить выборку данных, например, за определенный период времени. И таким образом в деталях ознакомиться с изменениями представленных показателей. Если расчеты в компании ведутся в нескольких валютах, то можно воспользоваться кнопками для пересчета показателей в разной валюте. На первой странице отчета представлена информация о наиболее важных показателях деятельности, такие как дебютовская и кредиторская задолженность, представление их динамики в течение года и их прирост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и на начало года. Графики справа позволяют проанализировать такие показатели, как продажи, поступления, закупки и выплаты. На следующей странице представлена более детальная информация по кредиторской задолженности. На гистограмме можно проследить динамику изменения закупок, выплаты кредиторской задолженности в течение года, а также за несколько лет. При наведении курсора мыши на элемент в гистограмме появляется всплывающее окно со значениями. На круговой диаграмме представлены те же показатели в разрезе регионов и поставщиков. На основе данных показателей производится расчет дополнительных показателей, таких как период погашения кредиторской задолженности в днях и коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. В таблице ниже представлен анализ показателей в течение года. Каждая строка в таблице работает как фильтр, что позволяет быстро и удобно выбирать интересующие нас данные. Следующая страница посвящена анализу дебиторской задолженности. На диаграмме можно проанализировать динамику поступлений и продаж дебиторской задолженности по различным периодам. На гистограммах ознакомиться о структуре продаж по неосновной деятельности, а также о структуре поступлений по основной деятельности компании. Дополнительно производится расчет показателей, таких как период сбора дебиторской задолженности в днях и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. В таблице ниже представлены показатели по периодам. Анализ контрагент. На данном листе отчета производится анализ поставщиков по дебиторской задолженности и клиентов по дебиторской задолженности. Так, на представленных диаграммах можно отследить, как изменялась кредиторская задолженность по поставщикам по периодам, а также изменение дебиторской задолженности клиентов. На круговых диаграммах представлено соотношение в процентах кредиторской задолженности по поставщикам и соотношение дебютовской задолженности по клиентам. Информации по наибольшим значениям кредиторской и дебютовской задолженности можно просмотреть в данных таблицах. С помощью шкалы гибко настраивается число выводимых в таблице результатов. Также имеется возможность фильтровать числовые данные по возрастанию или убыванию, текстовые, в алфавитном или обратном порядке, двумя шелчками мыши по названию столбца. Место расположения всех поставщиков и клиентов можно просмотреть на карте, перейдя по соответствующей кнопке. Следующий лист отчета представляет нам информацию по менеджерам. На гистограмме представлен рейтинг менеджеров по сумме задолженности. Следующий лист отчета представляет анализ дебютовской задолженности по регионам. Данный линейный график наглядно отображает динамику дебютовской задолженности в среднем по федеральным округам, областям и городам. Переключение между аналитиками осуществляется с помощью стрелки. Возможности ClickView позволяют изменить тип диаграммы одним кликом и представить те же данные, например, в виде гистограммы. В таблице сведены данные по дебютовской задолженности в разрезе федеральных округов, областей и городов. Площная диаграмма в виде прямоугольников различной площади отображает объем продаж и поступлений в разрезе разных аналитик. Те же данные можно просмотреть в виде гистограммы. Аналогичный данному отчету является отчет с анализом кредиторской задолженности по регионам. Линейный график отображает динамику кредиторской задолженности в разрезе аналитик. Таблица, представляющая кредиторскую задолженность по федеральным округам, областям и городам. Блочная диаграмма, наглядно представляющая объем выплат и закупок. Следующий лист отчета предназначен для более подробного и сравнительного анализа деятельности менеджеров. В фильтрах справа и слева выбираются два менеджера и дополнительные фильтры. Далее в центральной области отображаются на гистограмме объем поступлений в динамике по месяцам, на линейном графике объем продаж и на последнем графике сравнение дебиторской задолженности. Данное решение позволяет получать оперативный качественный анализ данных в интерактивном режиме, минимизировать трудовые затраты, производить постоянный контроль по взаиморасчету с поставщиками и покупателями, усовершенствовать процесс ведения отчетности и сократить издержки.